Деловой разговор В нашей студии Дмитрий Аркадьевич Тяглов, директор компании «Биск Энерго Теплтранзит» теплосетевого подразделения из Сибирской генерирующей компании в городе Биске. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Аркадьевич, вопрос у многих. Сколько еще батареи будут теплыми? Это основная задача теплоэнергетиков не только в городе Биске, но и вообще по всей России, по всей Сибири. Задача энергетика – доставить тепло потребителю. А потребитель сам оценивает, насколько ему необходим уровень комфорта и при этом берет ровно столько, сколько ему нужно. Потому как ресурс, он всем, понятно, абсолютно небесплатный. И каждый житель нашего города, в частности, должен иметь такую возможность выбрать то необходимое количество тепла, которое ему нужно. Нужно понимать, что не относится к тому, что мы перекрыли вентиль в своей квартире. Нужно все-таки это в масштабах дома решать. Да, конечно. Внутри каждого объекта теплопотребления существует периодический момент, который два раза в год у нас бывает, что одна половина жалуется на жару, а вторая на холод. Поэтому, если говорить про конкретную отдельную квартиру, то внутри квартиры нужно иметь как минимум регулирующие устройства. На каждом радиаторе отопления можно иметь обводную линию, она должна быть даже по проекту, и отключающий кран. С чего начинать? Собрание жильцов или с чего? Собрание жильцов – это такой юридический факт, юридический момент, который своим результатом имеет какой-то там протокол, какое-то решение. Вообще людям нужно уметь общаться и договариваться внутри каждого дома. Тогда все будет так, как мы хотим. Вообще, по вашей практике, в Бийске есть дома, где действительно вот так люди договариваются и сами регулируют подачу тепла в дом? Абсолютно верно. Такие примеры есть. Причем с каждым годом их все больше и больше. Это говорит о том, что люди становятся более грамотны в этом плане и научаются правильно потреблять необходимый ресурс. По поводу ресурсов. Разговор уже заходил о том, чтобы брать плату за полотенце-сушители. И вот сегодня многие интересуются, как возможно это чисто технически. Ведь если снизим подачу, люди на верхних этажах остаются без горячей воды. Ну, или будут застребать очень много в ожидании, когда она будет теплой. Да, действительно, эта проблема именно так и выглядит, что для того, чтобы обеспечить необходимое качество во всех точках жилого дома, необходима циркуляция внутридомовой системы. Если вода в стояке остановится, она, соответственно, остынет. И горячим, качественным ресурсом, скажем так, будут пользоваться только ближние квартиры к точке ввода. А чем дальше квартира удалена по стояку или по подъезду, то качество будет хуже. Поэтому мы говорим, то есть здесь вопрос сразу же и в себе несет ответ. То есть либо мы платим большую сумму за горячую воду и получаем ее качественную, меньше ее сливаем. Либо имеем некачественный продукт, но экономим деньги. А вообще технически отличаются чем-то, допустим, девятиэтажки от пятиэтажек в этом вопросе? Да, проекты разные. Проекты разные, и здесь нужно рассматривать индивидуально каждый дом. Я напоминаю, что перед встречей с Дмитрием Аркадьевичем мы принимали вопросы от читателей сайта «Обитский рабочий». Вопросы поступили, и сегодня мы их задаем в эфире. Вопрос от Максима Алексеевича. Во время переноса теплового зла в 2017 году на пересечение улиц Тахановской и Советской был уничтожен газон. Планируется ли его восстановление, если да, то в какие сроки? Ну и, похоже, были вопросы непосредственно о самой дороге. Действительно, в прошлом году производилась реконструкция тепловой камеры по инициативе города в целях расширения проезжей части по улице Советской в этом месте. Эта камера была выполнена в уровень с проезжей частью. Реконструкция прошла, и завершение строительных основных капитальных работ проводилось уже в период отрицательных температур. Поэтому восстановление и газона, и проезжей части не представлялось возможным. Данное мероприятие в смете реконструкции присутствует, и обязательно будет восстановлено и дорожное покрытие в районе этой камеры, и, соответственно, газон и тротуар. Тротуар, который проходил там, где он был. Про сроки, значит, договор, окончание действия договора с подрядной организацией август-месяц, но по предварительным графикам согласовано производство и окончание работ в течение июня, ну и, может быть, частично июль. Не более того. Да, конечно, конечно. Вопрос от Анатолия. Между домами по адресам улицы Мартьянова, 39 и 39, дробь 1, проходят голые трубы теплосети. Когда на этом участке появится изоляция? В 2018 году по обращениям граждан запланировано восстановление тепловой изоляции на тепловых сетях в городе в количестве 1885 погонных метров. То есть у нас существует график собственных дефектовок плюс обращение жильцов. И обязательно по данному адресу Мартьянова 39, 39, дробь 1, да, тоже работа в планах, и в течение 2018 года, надеемся, ее выполнить. В настоящее время уже закуплено практически полный объем материалов, в том числе тепловая изоляция. На следующей неделе там последние поставки будут, и уже начинаем работать. Вообще, какие будут такие крупные ремонтные работы в этом году? В прошлом году это был участок на Стахановской, на Докучаево. Вот что мы увидим в этом году? Капитальный ремонт тепловых сетей. Я, наверное, улицы назову, так будет более понятно. Первый военный городок, подземная прокладка, переулок Телеграфный, улица Петрова, район 15, Трофимова 22, улица Социалистическая 40, дробь 1, район от Радищева до Ломоносова, улица Машиностроителей 27, улица Липового 7, дробь 7. От точки Врески до улицы Советская 208, тоже подземная везде прокладка. Замена запорной арматуры, ремонт зданий и сооружений и оборудование перекачивающих насосных станций. Такая программа, это плановая программа на 2018 год. Будут у нас, конечно, и испытания, останемся мы на какой-то период без горячей воды, уже намечены сроки? Да, это традиционно. После окончания топительного сезона проводятся гидравлические испытания тепловых сетей для определения плотности и прочности. В этом году мы, в принципе, не изменяем традиции, дождемся прохождения майских праздников. И после майских праздников, это теоретически 14 или 15 мая, выходим с предложением к администрации о согласовании графика проведения гидравлических испытаний. Уже несколько лет испытания проходят только один раз в год, а в этом году будет так же? Да, в этом году планируется тоже испытание. Вопрос от Елены, с Пугачева, 10. Кстати, вопрос тоже про полотенцесушители, но немножечко в другом. В нашем доме всегда были горячие полотенцесушители, но этой зимой они едва теплые. Куда обращаться? В управляющую компанию? Совершенно верно. Данный вопрос является примером, когда люди начинают управлять количеством тепла. И, видимо, по этому адресу коллеги проходили, посмотрели, параметры на входе в дом соответствуют температурному графику. Поэтому здесь, скорее всего, все-таки идет регулирование температуры, поэтому нужно посмотреть. Если температура полотенцесушителей недостаточно, об этом, конечно, нужно обратиться в управляющую организацию и порешать этот вопрос. Вопрос от Анны Васильевны. Во время прошлогодних отключений горячая вода из крана шла, чуть-чуть теплее, чем холодная, но была. Тогда ее открывали, например, для того, чтобы помыть пасту воду. Соответственно, еще очень крутился. Пожалуйста, отключайте воду, чтобы не водить людей в заблуждение и лишить тетрады. Интересный вопрос. Он иногда имеет даже некую шуточную форму такую. Но, с другой стороны, это шутка является проблемой ввиду необоснованной платы жильцов. Да, действительно, такие моменты бывают. Для этого существуют, помимо того, что мы обсуждали общедомовые органы управления отключением, запорная арматура, еще и внутри квартир имеется на каждом приборе учета также отключающий орган. Стоит кран. Для того, чтобы такого момента не возникло, конечно, нужно просто в своей квартире отключить кран, и никакая вода к вам туда не пойдет. Случается это по ряду причин. Один из самых таких комичных случаев был, когда не просто вода шла чуть-чуть теплее из крана, она прямо действительно рука или терпела. Обращались. Вы отключили или не отключили? Откуда горячая вода? Мы не могли понять, потому как с источника СТЭЦ вода уже давно не шла, и трубы были пустыми. Откуда в многоквартирном доме, в пятиэтажном, появилась горячая вода? Оказалось, что схема на электрический водонагреватель у одного из жильцов была неправильно собрана. И через свой электронагреватель он весь подъезд снабжал горячей водой. Такие случаи тоже бывали. Поэтому, чтобы оградить себя от лишней ненужной платы, просто нужно в своей квартире отключить горячую воду. Вопрос от Александра. Возле 18-й школы проходят теплосети, и дети там регулярно лазают, бегают. Можно ли как-то их накрыть, чтобы на случай какого-то ЧП, чтобы если прорвало, то хотя бы детей не божглись? Вопрос надежности комплекс мероприятий, стандартных мероприятий, он предусмотрен всегда в производственной программе предприятия. По поводу нахождения тепловых сетей вблизи детских учреждений, она в городе существует. Вы назвали 18-ю школу, по ряду других школ есть аналогичные проблемы и даже в детских садах, в дошкольных учреждениях. Технические проблемы решаются неоднозначно. В разных исполнениях когда-то устанавливаются металлические кожухи, то есть трубой большего диаметра оборачивается существующая сеть. Но при всем, при всех этих мероприятиях основное, это необходимо доводить до наших детей информацию о том, какую угрозу представляет собой это оборудование. Нам именно в 18-й школе последний из открытых уроков мы проводили, лично принимал в этом участие. А по техническим мероприятиям, конечно, и в частности, в 18-ю школу будем планировать, самое правильное, это выполнить строительные нормы, существующие на сегодняшний день. Это реконструкция с переносом из надземной в подземную часть, соответствующими конструктивными решениями. Налажена у вас обратная связь с потребителями. Как можно обратиться? По каким вопросам? По всем вопросам, связанным с теплоснабжением города, это вопросы качества, вопросы надежности, возможные дефекты, неисправность какого-то из оборудования, потому что тепловые камеры разрушаются или провалы в надземной части. Работает круглосуточная диспетчерская служба «Виск Энерго Теплотранзит», которая принимает все заявки и максимально быстро реагирует, насколько это возможно. Дмитрий Аркадьевич, напоследок, что бы хотелось сказать вашим потребителям? Можете обратиться к ним? Для наших потребителей хотелось бы сказать, что наше предприятие всегда делало и будет делать все необходимое для того, чтобы доставить максимальное количество тепла и максимальное количество комфортных жилых домов. А население должно потребить ровно столько, сколько им нужно. На сегодня это все. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok